День первого президента Республики Казахстан Очередная сенсация от энтузиастов-историков Чингисхан оказался уроженцем ЖТСУ Три года от звонка до звонка. 33-летний житель Жамбулского района осужден за ложное сообщение о заложенном в банке взрывном устройстве А теперь об этих и других событиях более подробно Жители Жамбулского района уже начали праздновать день первого президента Республики Казахстан По традиции череде праздничных мероприятий дали старт представители творческой интеллигенции Роль лидера нации Нурсултана Назарбаева в становлении независимого государства на днях они обсудили за круглым столом На встречу с акэнами и писателями специально были приглашены люди с ограниченными возможностями Разговор за круглым столом шел о неоценимом вкладе первого президента в построении суверенного государства Те, кому удалось лично встретиться с главой государства, поделились своими впечатлениями Все достижения страны и местная интеллигенция связывает с именем Нурсултана Назарбаева С первых дней независимости глава государства обращает самое пристальное внимание на людей с ограниченными возможностями По его инициативе разработана специальная программа по обеспечению безбарьерной зоны Мы гордимся своим лидером нации Он много сделал и делает для развития и самореализации каждого Особенно большое внимание уделяет нам лицам с ограниченной возможностью В рамках реализации программы, инициированной президентом еще в 2014 году Большая работа проводится в нашем регионе Создано общественное объединение инвалидов Которое отныне и будет заниматься защитой прав людей с ограниченными возможностями Мы всегда поддерживаем политику президента и выражаем благодарность за его заботу и внимание Слова благодарности в адрес первого президента страны Нурсултана Назарбаева Сегодня звучало и от местной молодежи Оправдать все надежды главу государства они пообещали во время патриотического форума Ребята из дворца школьников Жасулан подготовили яркую концертную программу Выступление начинающих артистов чередовалось экскурсом в историю Мы гордимся своим президентом Нурсултаном Абишевичем Этот человек достоин уважения не только в Казахстан, но во всем мире его уважают Его имя известно не только нам Благодаря ему наш Казахстан узнают во всем мире Благодаря его политике у нас развивается экономика Со всех сторон развивается наш Казахстан Мы гордимся им День первого президента в Жамбулском районе намерен отметить с большим размахом К знаменательной дате руководством района подготовлен целый комплекс опознавательных мероприятий У Жана Дельханова, Жаслан Щенкинши, телеканал ЖТСУ из Жамбулского района Продолжаем выпуск 11 самых актуальных вопросов социально-экономического развития страны Сегодня были рассмотрены на заседании селекторного совещания правительства Республики Казахстан Руководители государственных органов доложили об исполнении закона о реабилитации, банкротстве Реализации программ приватизации и легализации Второй пятилетки индустриализации Развитие государственно-частного партнерства Привлечение инвестиций Трансформации фонда Самрук Казына А также мониторинга цен на продовольственные товары И поддержки уязвимых слоев населения С начала текущего года идет реализация 16 инфраструктурных проектов В рамках программы Нурлужол, где занято более 100 тысяч человек Один из этих проектов является социально значимым для жителей Алматинской области Это строительство междугородних дорог Алматы-Капшигай-Талдукурган По словам отраслевого министра, проект завершится в 2016 году Наряду с этим значительная работа ведется в крае ЖТСУ Об этих и других достижениях региона в ходе селекторной связи Рассказал Аким Алматинской области Амандык Баталов По количеству легализованных объектов и имущества За 10 месяцев текущего года регион занимает второе место после города Алматы В реализации государственно-частного партнерства Алматинская область достигла определенных успехов Через социально-предпринимательскую корпорацию Решаются вопросы сферы сельского хозяйства Делается закуп семенного материала Восстанавливается ирригационная сеть региона Подвижки заметны и в социальной сфере Почти полностью решена проблема с аварийными школами Сейчас активная работа ведется и со сдерживанием цен На социально значимые продукты В области создан оперативный штаб Мониторинг по всем торговым точкам ведется За последний период заметен рост цен на завозимые продовольственные товары Отметил глава региона Есть рост цен по 13 видам социально значимых товаров Но из них 10 это импортируемые товары Но с учетом корректировки стоимости цены зерна Повысилась цена на муку Но мы для себя определили 55 тонн нового года 60 тенге Для этого мы через Азия Агрофуд закупаем 1087 тонн муки по сниженным ценам И этот вопрос будет решен Также мы заключили меморандумы с крупными автовыми рынками И другими поставщиками На 1555 меморандумы заключили И стабилизационный фонд дополнительно выделили 200 миллионов тенге На сегодняшний день производится закуп и закладка товаров на месяцезонный период Кроме того, для поддержки малообеспеченных слоев населения Функционирует 570 социальных торговых точек Где товары реализуются ниже рыночных на 10-15% Дружба без границ По таким названиям на территории Алтайского края Российской Федерации Прошли мероприятия в рамках программы приграничного сотрудничества, реализуемой АНК В конференции, посвященной 180-летию Шукана Улиханова И 20-летию Ассамблеи приняли участие делегации Алматинской и Восточно-Казахстанской областей Представители Всемирной ассоциации казахов, а также казахи Алтайского края Все подробности в материале нашего корреспондента Фестиваль приграничного сотрудничества под названием «Дружба без границ» Проводится с целью пропаганды казахстанской модели межэтнического согласия и толерантности Многообразия культуры политничного народа Казахстана В рамках данной программы в прошлом году состоялась встреча в МЦПС Харгос В этом мероприятие проходили на базе Алтайского государственного университета в городе Барнаул Место встречи выбрано не случайно В Барнауле насчитывается около 140 национальностей Здесь проживает немало казахов А потому, как было отмечено на встрече, в городе ведется работа по сохранению культуры и традиций казахского народа Мы открыли центры Алтайского технического государственного университета имени Ползунова Центр казахстанской культуры, которого возглавляет наша казашка Сулеймена Жанарбисенгалиевна, замдекан факультета, заведующий кафедрой данной В данном вузе Алтайского государственного классического университета Мы открыли почетную кафедру «Путь Казахстана на султан Назарбаев» Где мы проводим международные конференции, доклады В Алтайском государственном педагогическом университете у нас открыт центр казахского языка и культуры Где по воскресным дням проводится обучение для всех желающих, кто хочет знать казахский язык В рамках программы приграничного сотрудничества на базе Алтайского государственного университета Прошла научно-практическая конференция, посвященная 180-летию Шокана Валиханова Где состоялся полезный обмен мнениями среди специалистов-шокановедов Казахстана и России Кроме того, весьма интересной и плодотворной стала и встреча на тему Ассамблеи народа Казахстана, 20 лет мира, дружбы и согласия Приграничные регионы Казахстана и России, они сотрудничают уже очень давно В основном в экономической сфере, в сельско-хозяйственном направлении, в промышленном направлении Хотелось бы, чтобы больше было встреч именно на поприще национальных вещей Такие обмены, участие в каких-то конкурсах, вокальных, хореографических, художественных конкурсах Написание сочинений среди школьников Я думаю, что они придадут нашей дружбе, двух братских республик, новую окраску Большим подарком для россиян стала концертная программа, подготовленная силами творческих коллективов Алма-Атинской области Надежда Белова, Асхат Мусабеков, телеканал ЖДСУ Молодежь должна знать историю своей страны и стремиться к единому будущему На это нацелен проект, реализуемый областным русским центром Сегодня на базе Дома дружбы состоялась диалоговая площадка энергии единства В мероприятии приняли участие студенты ЖГУ имени Леса Женцугорова, а также учащиеся колледжи Талдыкургана Все они могли высказать свое мнение относительно заданной темы Это значимые даты 2015 года 20-летие АНК, 70-летие Победы, 550-летие Казахского ханства и 20-летие Конституции Диалоговая площадка стала одним из последних мероприятий в рамках проекта, реализуемого русским центром в этом году Напомним, что по инициативе русского центра между школами и этнокультурными объединениями был подписан меморандум о совместной работе А в будущем подписание такого соглашения планируется и в отношении колледжа и областного центра В прошлом году мы проводили социологический опрос среди школьников и студентов где почти более 80% не знали, где Дом дружбы находится Элементарные вещи, не знали, какие этнокультурные центры есть в Доме дружбы чем они занимаются, какие основные функции Ассамблеи народа Казахстана Данный проект именно направлен на информационную пропаганду В этом году у нас прошло 11 встреч со школьниками и студентами именно по разъяснению доктрин национального единства по разъяснению основных функций Ассамблеи народа Казахстана по посланиям президента Далее вас ждут новости экономики Моя коллега Асим Кощегулова познакомит вас с ними Добрый вечер, Асим, вам слово Спасибо, Лаура Здравствуйте Утилизационный сбор мешает казахстанским автопроизводителям выйти на рынок Российской Федерации Отечественные автопроизводители ситуют на завышенные финансовые требования от страны партнера по ЕАЭС и рассчитывают на помощь правительства Казахстана Подробнее об этом не только в нашем ежедневном блоке Казахстанские автопроизводители возглавляют надежду на правительство что вопрос отмены утилизационного сбора либо определенных послаблений решится и у них возникнут перспективы А в нынешних условиях, по их словам для того, чтобы продвигать свою продукцию на заграничные рынки им приходится заключать договоры с российскими гигантами автопрома Как отмечается, утилизационный сбор, введенный Россией существенное препятствие для выхода казахстанских производителей на перспективный рынок этой страны Впрочем, для отечественного автопрома есть и свои значительные плюсы В рамках единого экономического пространства Казахстан получил доступ к многолетнему опыту России и Белоруссии в сфере производства автомобилей В частности, речь о техническом регулировании и вопросах нормативной базы Бюджет универсиады Валматы сокращен в два раза и составил 17 миллиардов тенге Напомним, изначально общий операционный бюджет составлял 32 миллиарда По информации руководителя дирекции по проведению универсиады Алматы Асета Абдуалеева оптимизированы затраты по транспорту, тестовым мероприятиям, эстафете огня, культурной универсиаде и другие мероприятия К примеру, расходы на церемонии открытия и закрытия универсиады сокращены на полтора миллиарда тенге Транспортные расходы на один миллиард тенге Тестовые соревнования сокращены на 500 миллионов тенге В свою очередь, Аким Южной столицы Бауржан Байбек сообщил о том, что из 17 миллиардов тенге операционного бюджета универсиады около 53% составят товары, работы и услуги казахстанских производителей Значительная часть бюджета универсиады Это расходы на IT-обеспечение и услуги международных компаний К слову, строительство объектов универсиады идет по графику Легкая промышленность в Казахстане увеличилась в 7 раз Об этом сообщил заместитель председателя профильного комитета Министерства по инвестициям и развитию Тимур Нурашев По его словам, по сравнению с прошлым годом, развитие этой сферы показывает положительную динамику роста Так, например, по итогам 9 месяцев этого года объем привлеченных инвестиций увеличился в 2,5 раза Как подчеркнул Тимур Нурашев, сейчас с государством совместно союзом производители обсуждаются вопросы по поддержке местных предпринимателей в сфере легкой промышленности Это стимулирование экспорта, инвестиций, а также создание брендов дизайнерской моды в Казахстане Министр энергетики Казахстана Владимир Школьник предлагает правительству изменить методику исчисления экспортной таможенной пошлины на нефть во избежание безработицы среди нефтяников В частности, предложение внедрить методику исчисления ставок экспортной таможенной пошлины на нефть с привязкой к мировой цене Министр подчеркнул, если этого не сделать, цена будет падать, сокращая налоги и рабочие места При этом отметив, что на сегодня в нефтегазовом секторе страны нет компаний, имеющих риск закрыться совсем По его сведениям, объем сервисных работ за текущий год сократился на 25% Значит, в следующем году, если это будет продолжаться, то под риском сокращения окажутся порядка 40 тысяч человек Это были все новости экономики на сегодня Передаю слово своим коллегам Лаура Спасибо всем, и мы продолжаем выпуск Далее вас ждут события в мире в блоке международных новостей В интернете опубликовали видеозапись попытки греческой береговой охраны потопить надувную лодку с сирийскими беженцами На кадрах видно, как мужчина в форме Багром пытается проткнуть резиновую лодку, в которой сидят несколько десятков сирийцев Сообщает Райс Ньюс После неудачной попытки потопить плавательное средство греки ушли На помощь беженцам оперативно прибыло турецкое судно, которое, выточив людей из воды, доставило их в порт Дедима В Египте проходит второй заключительный тур парламентских выборов, призванных завершить переходной период, объявленный после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси Критики называют голосование фактически безальтернативным Среди кандидатов доминируют представители пропрезидентского блока с любовью к Египту Деятельность основного конкурента действующих властей религиозного движения братьев-мусульман запрещена Во втором туре выборов зарегистрированы более 28 миллионов избирателей, на 1 миллион больше, чем в первом прошедшем в середине октября Но голосование вновь отмечено низкой явкой Многие египтяне разочарованы в происходящем в стране и отстранились от политической жизни До 90 человек возросло число жертв оползня в штате Качин на севере Мьянмы Около 100 числятся пропавшими без вести, сообщили в воскресенье местные власти Масштабный сход оползня произошел в субботу около города Хпакан, недалеко от шахты, где добывает нефрит Под завалами оказались до 70 домов местных горняков Первоначально сообщалось о 30 погибших По мере проведения поисково-спасательных работ число жертв не перестает расти Подборку международных новостей подготовила Лаура Байвачанова по материалам интернет-ресурсов Автопроизводители Казахстана создали отраслевую ассоциацию «Союз предприятий автомобильной отрасли КАЗ Автопром» Она будет решать важные вопросы развития отрасли, учитывая вступление Казахстана в ЭТО Члены ассоциации в первую очередь намерены решать вопросы сохранения инвестиционной привлекательности и создания собственного выпуска автокомпонентов Кроме того, Новый Союз будет представлять интерес автопроизводителей в правительстве и международных организациях За 12-летнюю историю отечного автопрома построено 5 производственных площадок выпускающих от легкового до большегрузного транспорта И далее смотрите о событиях в стране Запланированный бюджет Казахстана на ближайшие 3 года все-таки может подвергнуться корректировке отметил по итогам заседания правительства в Акурде министр финансов Бахыт Султанов Казахстан выбрал консервативный подход, подчеркнул Султанов говоря в отношении 300 тенге за доллар и 40 долларов за баррель, заложенных в новый бюджет Но если ситуация будет меняться, отметил министр мы всегда сможем уточнить и пересмотреть некоторые статьи Несмотря на большие урезания, расходы на социальные нужды в новом бюджете будут увеличиваться по сравнению с 2015 годом На эти цели закладывается ровно столько, чтобы исполнить обязательства, которые стоят перед правительством Это и индексация пенсии, и повышение социальных выплат, уточнил министр финансов Общеобразовательные школы страны переходят к новому стандарту Со следующего года ученики начальных классов будут учиться по обновленному стандарту который применяется в Назарбаев интеллектуальных школах Эта модель преподавания уже апробирована в 30 школах Также дети из коррекционных школ должны учиться вместе с остальными учениками, подчеркнул вице-министр Погода не перестает удивлять На смену аномальным морозам в северной половине Казахстана приходит аномальное потепление Если на прошлой неделе температура была ниже нормы на 8-13 градусов и ночная температура понижалась до 30 мороза то в предстоящие три дня под влиянием теплой воздушной массы смещающейся с районов Атлантики температура на всей территории республики будет выше климатической нормы на 3-10 градусов При этом в большинстве областей ожидается пасмурная погода местами осадки, дождь, мокрый снег, туман и гололед Лишь на юге и юго-востоке под влиянием отрога сибирского антициклона погода ожидается без осадков ночные и утренние часы, туман Материал подготовлен Наталья Хайменко по сообщениям интернет-ресурсов Еще и с тем выпуска Пятую серию профилактического мультипликационного фильма готовят к выпуску спасателей Восточно-Казахстанской области Мишка и Тишка, так называется мультфильм, вместе со всем семейством Косолапых появился на службе у пожарных из обыкновенной коробки пластилина Несколько лет назад группа энтузиастов из отдела государственного противопожарного контроля задалась поиском новых методов профилактики пожаров ИЧС среди детей, в итоге родились эти сказочные персонажи На сегодняшний день Мишка и Тишка, не только герои поучительных мультисторий но и театральных постановок, небольшие спектакли для дошколят ставят члены дружин юных пожарных, которые не только сами обучаются правилам безопасности но и знакомят с ними наших малышей Озвучка наша, стихи наши, лепили сами и снимали, соответственно, сами То есть все своими руками, как самоучки, но тем не менее мы добились той цели, которую мы себе задали Мультфильм получился небольшой, то есть я повторяюсь, максимально где-то 4 минуты То есть внимания ребенка достаточно того, чтобы полностью от и до посмотреть Более того, мы сам, значит, этот сценарный план, то есть вот то, что мы хотели донести ребенка Мы это просто переделали в рифму Почему? Потому что в рифме ребенок больше запоминает информацию, чем просто бы это был бы начитанный текст Ну и сами герои, это Мишки, косолапые семейства Они эмоциональные, все доносят с экрана Еще один персонаж, не дающий покоя историкам-энтузиастам Подведены итоги конкурса «Шанглэскаган Шандагэ» Это состязание направлено на изучение жизни великого предводителя Чингисхана Организатором выступили одноименный журнал «Национальная научная академия» и «Союз писателей Казахстана» Новые факты из жизни завоевателя представили участники конкурса Всего было рассмотрено свыше 80 исследовательских работ Самые впечатляющие факты были представлены в работе Жаркена Бодишке Ему было присвоено первое место и главный приз состязания Сертификат с солидной суммой в 400 тысяч тенге Однако на этом конкурс не заканчивается Научные изыскания будут продолжены и дальше Пару лет назад ученые привели немало фактов Которые свидетельствуют о том, что Шанглэскан выходит с одного из казахских племен Это утверждение исследователи теперь намерены доказать всему миру Ученые предлагают, что Шанглэскан родился и вырос на земле Жецу Это должно быть подтверждено конкретными фактами Поэтому мы планируем организовать нужную экспедицию В ее составе будут несколько ответственные ученые Но также из России и Узбекистана Три года лишения свободы за неудачную шутку получил житель Жамбулского района Алматинской области 33-летний мужчина в феврале этого года позвонил в один из банков Алматы И сообщил о заложенном взрывном устройстве Бомбу оперативники не нашли, а вот установить личность шутника удалось почти сразу Материальный ущерб, причиненный подозреваемым, оценили в 2 миллиона тенге И возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма По утверждению полицейский в ходе досудебного расследования Задержанный пытался отрицать свою причастность к преступлению Заявив о якобы потерянном телефоне Но проведенная экспертиза доказала и схожесть голоса И манеру разговора звонившего с задержанным В итоге телефонного террориста суд приговорил к 3 годам лишения свободы С отбытием наказания в исправительном учреждении общего режима С начала этого года уже 2 подобных случая зарегистрированы на территории области И в обоих случаях подозреваемые задержаны и привлечены к уголовной ответственности Факт вандализма зарегистрирован в Кирбулакском районе Местным полицейским поступило заявление о повреждении могильных оградок На кладбище близ села Карашока При осмотре места происшествия стражем порядка Было установлено, что разрушены оградки у шести захоронений Надписи на некоторых надгробиях были замазаны грязью В ходе оперативных мероприятий, организованных сотрудниками Кирбулакского РУВД Были задержаны трое учащихся местной сельской школы в возрасте от 9 до 13 лет По словам задержанных, они разломали оградки, чтобы использовать их для сооружения вольера для домашних птиц Как пояснили в своих показаниях задержанные подростки Оградки были разломаны с целью дальнейшего их использования для вольера по содержанию домашних птиц В ходе расследования несовершеннолетний возраст подозреваемых лиц будет обязательно учтен А пока родителям подростков предстоит восстановить поврежденные оградки и отмыть замазанные надписи Спортсмены-инвалиды Уйгурского района готовятся к Кубку мира по пауэрлифтингу Который состоится в начале будущего года Уже сегодня сильные духом паралимпийцы наращивают спортивную форму, чтобы не только участвовать, но и достойно выступать в престижном первенстве Тем более, что свое превосходство им уже удалось доказать на открытом чемпионате Азии, который прошел в этом году в августе Тему продолжит моя коллега Лилия Штогрина Серебряная медаль открытого чемпионата Азии весит всего 100 граммов, но сколько сил на нее ушло, признается Раушан Койшибаева Призером континента она стала за счет своего титанического труда и упорства За каждую тренировку мастер спорта международного класса поднимает больше трех тонн Начинает с 30 килограммов и постепенно добавляет до 106 Это пока максимальный вес, взятый ею в жеме лежа Она планирует увеличить его до 110 Это вполне реально, ведь до Кубка мира еще два месяца интенсивной подготовки А персонально разработанная тренером программа позволит Раушан подойти к стартам на пике спортивной формы После чемпионата Азии у нас был небольшой отдых, где-то две недели Потом началась работа Теперь у нас идет постепенно интенсивная работа прибавляется С каждой недели перестраивается наша программа Идет на наращивание И неделю мы четыре дня готовимся к тренировке Пауэрлифтинг требует от человека максимального напряжения, сил и воли Что же говорить о людях, у которых послушна только часть тела При подготовке к открытому чемпионату Азии от нагрузок Нодержан Хамрулаев порой по три дня не чувствовал рук Но расслабляться себе не позволял И результат не заставил себя долго ждать Бронзовая медаль континента пока самая ценная в личной копилке отважного спортсмена Но впереди еще множество мировых стартов И за свое золотое будущее Нодержан еще готов побороться Я рад, что наше государство представляет возможность инвалидам, здоровым Сейчас, я думаю, все условия созданы Чтобы они могли заниматься любым видом спорта У нас лично в районе Все условия, я думаю, есть Главное, чтобы у людей, у любого спортсмена главное было желание и стремление Благодаря занятиям пауэрлифтингом сумели найти себя и добиться успехов И в жизни, и в спорте, и другие представители секции инвалидного спорта Открытой при районной детско-юношеской школе 8 лет назад Желание побеждать и никогда не сдаваться движет и молодыми, но перспективными спортсменами Наряду с более опытными, они стремятся поднять престиж нашей страны На соревнованиях самого высокого уровня Лиля Штогрина, Сихат Хасейн, телеканал ЖТСУ В Кирбулагском районе прошел областной турнир по дзюдо Посвященный 550-летию казахского ханства Соревнования в преддверии Дня первого президента в районе Проходят ежегодно и славятся своими добрыми традициями В этом году в них приняли участие более 250 человек от 9 до 13 лет Кроме хозяев турнира, титул победителя Оспаривали еще представители семи районов и двух городов Алматинской области Для ребят это одна ступенька к постижению мастерства в этом виде спорта Организация и проведение подобных мероприятий Помогает уберечь молодежь от дурного влияния улицы Ведь спорт один из лучших способов занять досуг и закалить характер В нем, как и в жизни, необходима борьба, умение терпеть боль и противостоять неудачам Сильнейшие были выявлены в результате честной и бескомпромиссной борьбы в 21 весовой категории Больше всех медалей завоевали представители города Талдыкургана, а также Коксуского, Алакольского и Кирбулагского районов Приехали вот 250 с лишним спортсменов 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 годов день рождения Приехали Джаркенский, Панфиловского района, Искельдинский район, Алакольский район Затем Кирбулагский район, город Талдыкурган и Каратальский район, Кекели Очень интересные соревнования проводятся в школе имени Алда Бергенова Сегодня с таким подъемом проходит наше соревнование Это была последняя информация к этому часу Я желаю вам удачи и только хороших новостей До свидания Субтитры подогнал «Симон»